Здравствуйте! Многие любители цветов стараются максимально наполнить свой сад или цветник многолетними растениями. Но на определенном этапе они заканчивают свое цветение и тогда можно воспользоваться уникальной особенностью цветов однолетников. Некоторые виды и сорта однолетних цветов могут свести на протяжении всех летних месяцев и с легкостью заполнят пустоты в саду после других отцветающих растений. Каждый цветник, сад и полисадник может стать предметом гордости для своего хозяина. И все это благодаря цветущим все лето однолетним растениям. Спасибо за вашу поддержку лайками и комментариями. Также вы можете поддержать канал Финансово, всю информацию найдете в описании под роликом. Ну а мы продолжаем. Для беспрерывного цветения растений на клумбе однолетние цветущие растения подходят просто идеально. Выбор растения зависит от предпочтений цветовода. Среди большого количества видов, сортов и гибридов можно найти цветы, подходящие по форме, окраске и аромату. Однолетние цветущие растения будут неотъемлемым украшением сада, так как могут расти на любом участке, хорошо освещенном или теневом. Самыми популярными среди цветоводов являются цветущие все лето петунья, бархатцы, бегонья и лобелия. Для того, чтобы правильно оформить свой сад, клумбу или цветник необходимо учесть, что все однолетние цветущие растения разделяются на три группы по началу и продолжительности цветения. Хотя они цветут длительный период, но начинают и заканчивают цвести в разное время. Например, такие растения, как бегонья и петунья зацветают ранней весной и цветут до конца летнего сезона. Календула, бархатцы и васильки начинают свести в самом начале июня. Растения – однолетники, которые могут свести до начала холодов, примерно до конца октября, начало ноября – это астра, львиный зев и ноготки. Для однолетних цветущих растений подходят любые участки земли для посадки. Главное – это определиться, для каких целей необходимы растения. Для обустройства клумбы, беседки, полисадника, стены, изгороди и подвесных кашпо нужно выбирать соответствующие сорта и виды. Например, для сада, в котором вы хотите проводить все лето с семьей и друзьями, больше подойдут цветы небольшие по высоте. К ним относятся бархатцы, ноготки и васильки. Для украшения летней беседки или создания живой изгороди лучше выбирать вьющиеся сорта цветущих однолеток, например, декоративный горошек или вьющуюся фасоль. Для оформления помещения или участка подвесными кашпо, с цветущими растениями идеальными будут герань, петуния и бегония. Чтобы участок цветника или сада выглядел не только празднично, нарядно, но еще и гармонично, необходимо учитывать при посадке растений цветовую палитру будущего цветения. С помощью различных по цвету растений можно раскрасить сад не только во все цвета радуги, но и в многочисленные оттенки, а также создать целые картины и цветочные ковры. Каждый садовод может стать цветочным художником для своего цветника и воплотить любой свой замысел. Все однолетние цветущие растения можно разделить на три группы по высоте в зрелом возрасте – низкорослые, среднерослые и высокорослые. Высота низкорослых однолетников не превышает 30 см. Они быстро разрастаются, выглядят пышно и быстро способны заполнить пустующие участки земли. Такие растения можно использовать как почвопокровные, а также добавлять их в групповые посадки рядом с высокими растениями. Самыми популярными у цветоводов считаются такие представители однолеток. Лобелия – неприхотливое растение с красивым цветением, которое прекрасно растет в тени и на солнце и цветет все летние месяцы. Петуния – цветет летом и осенью, растет в тени, можно выращивать на балконе. Цветение обильное, со множеством цветов и оттенков. Низкорослые сорта имеют шаровидные формы и прекрасно смотрятся в подвесных кашпо. Бархатцы начинают свое цветение с первых дней июня и продолжают до первых осенних холодов. Могут расти на теневых участках, но под солнечным освещением развиваются и выглядят идеально. Иберис, цветет собранными в зонтик соцветиями, имеет ветвящийся стебель и удивительные по различным оттенкам цветы. Неприхотливый и легкий в уходе. Среднерослые однолетние виды и сорта цветов используются в посадке смешанных цветников и в создании цветочных композиций на клумбах. Высота однолетних растений достигает 80 см. Их можно высаживать в свободное пространство между хвойными представителями флоры, а также в качестве основных растений на клумбе. Рекомендуется выращивать такие цветы, высевая семена на рассаду. Это будет способствовать более раннему началу периода цветения. Для создания в своем цветнике лаконичного и законченного образа стоит обратить внимание на некоторые виды растений. Эшольция начинает свисти с первых дней лета и продолжает до первых осенних заморозков. Полукустарники достигают в высоту в среднем 50 см, выглядят пышно и привлекательно. Цветовая гамма представлена оранжевыми, желтыми, розовыми и кремовыми оттенками. Космея – период цветения начинает во второй половине июля и продолжает почти до конца ноября. Желательно для посадки не выбирать теневые участки. Солнечное и хорошо освещенное место благоприятно отразится на внешнем виде растения и покажет всю его красоту. Цветок отличается необычной густой ажурной листовой частью и блестящими соцветиями. Однолетние великаны вырастают до 150 см в высоту и требуют своевременной подвязки и опоры. Эти виды растений можно использовать как в одиночных посадках, так и в смешанных цветочных насаждениях. Высаживая такие цветы вдоль изгороди или стены, растения становятся не только элементом декора, но и живой изгородью. Например, дельфиниум – неприхотливый садовый однолетник, который можно выращивать в полутени и на солнечном участке. Он также обладает отличными декоративными качествами. Растения рекомендуется выращивать семенным способом, так как семена отличаются высокой всхожестью и приживаемостью на открытом грунте. Посадка семян проводится в середине весеннего сезона непосредственно на открытые земельные участки. Датура – это цветущее однолетнее растение отличается не только своей привлекательностью, но еще и незабываемым приятным ароматом. Цветет датура на протяжении трех летних месяцев. Цветок предпочитает расти только на солнечных участках и не принесет ожидаемых от него результатов, если место посадки будет находиться в тени или полутени. Некоторые сорта однолетних цветов способны радовать вас своим цветением на протяжении всего лета и с легкостью заполняют пространство в саду после увядания других растений. Каждый цветник, сад или клумба могут стать объектом гордости для их владельцев, благодаря разнообразным и долго цветущим однолетним растениям. Ну вот и все на сегодня. Все эти растения можно приобрести, перейдя по ссылке в описании или в закрепленном комментарии под роликом. Подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь этим видео и оставляйте комментарий. Также переходите по ссылкам на другие платформы с нашим каналом. Ссылки также найдете в описании под роликом. И если хотите поддержать канал, то ссылки тоже в описании. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok